Говорит Америка. Всем привет и слава Украине! Вы смотрите и слушаете Рашкин Репорт. Меня зовут Юрий Рашкин, и это новости из США, главные к концу недели, воскресенье, 5 мая, 24-го года. Текст и перевод Игоря Азенберга. В сегодняшней сводке новостей остановимся на важных новостях последних дней, которые мы еще не обсуждали. Новые масштабные санкции США против России и против компаний из разных стран, помогающих ЕПСХ обходить санкции. Федеральная прокуратура предъявила конгрессмену из Техаса, демократу Генри Куйлару и его жене, обвинение в получении взяток. Интервью Трампа журналу Time. 32 ложных заявления. Новости американской экономики. Жмите лайки, подписывайтесь во всех сетях и финансово поддерживайте Рашкин Репорт в Патреоне и в Ютубе прямо сейчас. Ну а мы продолжим. 1 мая США ввели новые масштабные санкции против российских компаний, государственных исследовательских институтов и конструкторских бюро, а также против множества иностранных компаний, помогающих России обходить существующие санкции и поставляющих ей запрещенные санкциями оборудование и комплектующие. Санкции, в частности, введены против 6 компаний из Гонконга и КНР, поставляющих России запрещенную санкциями электронику, используемую при производстве дронов. 2 компаний из КНР, поставляющих России компоненты для производства оружия. Целого ряда компаний из Бельгии и Турции, поставляющих в Россию высокоточные станки и оборудование для них. Целого ряда компаний из Гонконга, Объединенных Арабских Эмиратов и Словакии, поставляющих России электронику, используемую для производства различных видов оружия и боеприпасов. Целой серии компаний, зарегистрированных в Турции и в России, осуществляющих поставки комплектующих на заводы КАМАЗ. Больших сетей российских и турецких компаний, занимавшихся созданием цепочек поставок в Россию под санкционных товаров. 15 российских компаний, занимающихся производством и разработкой электроники и электронных устройств, используемых при производстве оружия и боеприпасов. Более чем 80 российских компаний, занимающихся производством и разработкой различных оружейных компонентов, дронов, оружия и боеприпасов. 18 российских компаний, занятых в производстве нитроцеллюлеза. Ряда компаний, разрабатывающих и производящих российское химическое и бактериологическое оружие. Ряда компаний, задействованных в строительстве и обслуживании российских терминалов для экспорта жиженого газа, проекта АКРТИК ЛНГ-2, а также против серии компаний, занимающихся экспортом российского жиженого газа, и против танкеров, используемых этими компаниями. 14 компаний, горнодобывающей и металлургической промышленности России. 15 нескольких компаний, занимающихся импортом в интересах Росатома. 16 ряда российских компаний, занимающихся производством радаров и технологического оборудования для авиационной промышленности, а также занимающихся ремонтом и обслуживанием оборудования на российских военных самолетах. 17 российской авиакомпании «Победа» и цепочки созданных ею компаний для поставок в Россию, запрещенных санкциями запчастей для гражданских самолетов. 14 4 китайских компаний, поставляющих в Россию комплектующие, используемые в авиапромышленности и для ремонта самолетов. 15 Целого ряда компаний из Турции, Малайзии и Кыргызстана, занимающихся поставками в Россию электроники, запрещенной ранее введенными санкциями. Персональные санкции введены также против владельцев и руководителей, всех попавших под санкции компаний. Федеральная прокуратура предъявила конгрессмену из Техаса, демократу Генри Куэлару и его жене, обвинение в получении взяток и в том, что Куэлар являлся незарегистрированным лоббистом интересов иностранного правительства. Как утверждает прокуратура, Куэлар получил, начиная с 2014 года, как минимум 340 тысяч долларов от компании, контролируемой властями Азербайджана, за то, что лоббировал интересы Азербайджана. Куэлар и его жена не признали себя виновными и после предъявления обвинений были отпущены под залог в 100 тысяч долларов. Более того, Куэлар заявил, что будет переизбираться в Палату представителей на выборах в ноябре. Позднее в этом месяце в Нью-Йорке начнется суд по уголовному делу другого политика демократа, сенатора Менендеса и его жены, также обвиняемых во взяточничестве и в том, что Менендес был незарегистрированным лоббистом интересов правительства Египта. По этому поводу можно сказать одно. Коррупция отвратительна в любой стране. Она отвратительна сама по себе. Поскольку обвиняемые политики и их жены виновными себя не признали, виновны они или нет, будет решать суд присяжных. Журналисты из многих стран посвятили время тому, чтобы прочитать большое интервью Трампа журналу Time. Надо отдать должное журналистам. Они смогли заставить Трампа при ответах на ряд вопросов не повторять заученные клише, а озвучить его реальные мысли. Трудно сказать, верит ли он сам во все, что говорит. Интервьюировавшие Трампа журналисты и журналисты канала CNN насчитали в этом интервью Трампа 32 ложных заявления, которые были опровергнуты фактами в большой статье на сайте CNN. Трудно сказать, врет ли Трамп всегда сознательно или же верит, по крайней мере, в часть своих ложных заявлений, поскольку предпочитает жить в мире так называемых альтернативных фактов, как сказала его советница Келли-Анн Конвей, потому что ему так удобно. В таком мире реальные факты не нужны вообще. Например, Трамп в очередной раз повторил, что цитата Конец цитаты. Все это ложь. В 2016 году, то есть в год избрания Трампа президентом в суммарном оборонном бюджете всех стран НАТО, оборонный бюджет США составлял 71%, а в 2023 году доля США в суммарном обороне бюджета составляла 65%. В 2014 году на саммите НАТО было принято решение о том, что всем странам НАТО следует стремиться к тому, чтобы к концу 2024 года оборонный бюджет каждой страны составлял 2% от ее ВВП. Трамп же всегда представляет для своих сторонников дело так, что страны НАТО должны платить США 2% от своего ВВП за свою защиту, более того, уверяет, что это требование, которое он выдвинул странам НАТО. Трамп заявил, что до его президентства у США был дефицит в торговле с Китаем от 500 до 600 миллиардов долларов в год. Это ложь. Такого дефицита в торговле с Китаем у США никогда не было. Наибольший дефицит до президентства Трампа был в 2015 году 367 миллиардов. Однако во время президентства Трампа этот рекорд был побит. Дефицит в торговле с Китаем был рекордным за все времена. В 2018 году 418 миллиардов долларов. За три года правления администрации Джо Байдена дефицит в торговле с Китаем снизился до 300 миллиардов долларов. Самый низкий показатель с 2010 года. Как написали в комментарии журналисты Тайм, по оценке Мудис, торговая война, которую Трамп устроил с Китаем, стоила американской экономике 316 миллиардов долларов и около 300 тысяч потерянных рабочих мест. Трамп в очередной раз набросился на Европейский Союз. Цитата «Евросоюз очень жесток с нами. Они не принимают наши товары, они не берут наши автомобили. Мы берем Мерседес, Бенц, Вексваген и БМВ. Они не берут наши машины, им ничего от нас не нужно. Это как улица с односторонним движением». Конец цитаты. И это все ложь. Согласно официальным данным, в 2023 году США экспортировали в ЕС товаров на 369 миллиардов долларов, в то время как импортировали из ЕС товаров на 577 миллиардов долларов. Согласно отчету Европейской ассоциации автопроизводителей за декабрь 2023 года, ЕС является вторым по величине рынком для экспорта автомобилей из США. В 2022 году в ЕС было импортировано 271 476 американских автомобилей на сумму около 10 миллиардов долларов. Трамп заявил, что в США сейчас самый высокий уровень насильственных преступлений в истории, когда журналисты привели ему данные ФБР, что в 2023 году число всех насильственных преступлений в целом по стране снизилось на 6%, а число убийств на 13%. Трамп заявил, что ФБР врет и фабрикует данные и так далее, и так далее, и так далее. В пятницу опубликованы данные Министерства труда о состоянии рынка труда за апрель. За месяц было создано 175 тысяч рабочих мест, что меньше, чем ожидали в своих предсказаниях экономисты. Однако количество вновь создаваемых рабочих мест с марта 2021 года ежемесячно превышает количество теряемых рабочих мест. Безработица в апреле несколько выросла до 3,9%, однако остается ниже 4% в течение 27 месяцев, самого долгого срока за последние 55 лет. Между тем, Федеральная резервная система в среду объявила, что оставляет неизменную основную процентную ставку 5,3% в связи с тем, что не происходит снижение уровня инфляции. Хотя индекс инфляции снизился с 7% в 2022 году, до чуть ниже 3% сейчас, ФРС считает нецелесообразным снижать учетную ставку, пока индекс инфляции не опустится до так называемого стандарта ФРС 2%. Хочу снова обратиться «Берегите друг друга», наш канал Рашкин Репорт в Патреоне, как я уже сказал, вы мои герои. Друзья, вы смотрите и слушаете Рашкин Репорт, меня зовут Юрий Рашкин, это были новости из США, главное, к концу недели, текст и перевод Игоря Айзенберга. Слава Украине! I'm Israel High и Габлас Америка!